Я ужасно беспокоюсь, говорит один тинейджер другому. Отец надрывается целыми днями на работе, чтобы и ни в чем не нуждался и поступил в университет. Мать все время занята уборкой, стиркой, иглашкой моих вещей. Она не отходит от меня ни на секунду, когда я болею. Так чего же ты так беспокоишься? Ну, я боюсь, как бы они не попытались от меня сбежать. Итак, сегодня мы поговорим с вами о тинейджерах. Шалом, дорогие друзья. Быть подростком непросто. В каких-то ситуациях подросток вдруг оказывается слишком взрослым и от него ожидают соответствующего поведения. В других случаях ему твердят, что он еще недостаточно взрослый для определенных процессов. Такая путаница зачастую является причиной споров и конфликтов. Давайте же посмотрим, как Тора относится к этому замечательному возрасту. Наша недельная глава БО заканчивает рассказ о десяти египетских казнях и о попытках Муше и Аарона уговорить фараона отпустить наконец-то еврейский народ. С самого начала диалог между ними не клеится. Муше просит фараона отпустить евреев хотя бы ненадолго в пустыню для праздничного служения Богу. И фараон вроде даже соглашается, но решает уточнить, кто именно туда пойдет. Тогда выясняется, что Муше просит отпустить всех и даже подростков. «Мы пойдем с сыновьями и дочерями», — говорит Муше. Но фараону эта затея не нравится. И он говорит, «Не бывать этому, пусть идут лишь мужчины и служат Господу». Другими словами, фараон был готов отпустить только взрослых людей. Почему же фараону так мешало, что подростки тоже пойдут со взрослыми служить Богу? Дело в том, что фараон придерживался такого подхода, что такая серьезная вещь, как служение Богу, — это привилегия лишь взрослых, а подросткам там делать нечего. У них, по его мнению, для такого еще нос не дорос. Но Муше был категорически не согласен с таким подходом. У каждого возраста есть свои сильные стороны и преимущества. Человек в любом возрасте может и должен выстраивать свои личные отношения с Богом, и никто не вправе решать, куда дорос твой нос, а куда нет. Ведь еврей в любом возрасте всегда остается евреем. Шаббат шалом и до встречи на следующей неделе. Вам интересно изучать недельные главы Торы? Подписывайтесь на рассылку проекта «Каббалат Шаббат» с Даркейну. Каббалат Шаббат» и «Каббалат Шаббат» с Даркейну.